Гриша, а у тебя член с шалфеем или с ромашкой? А, не-не-не, я хочешь, я угадаю, зверобой. Вот смешно, но немножко. Почему такая тема? Почему член с шалфеем? Почему секс для здоровья? Очень частый вопрос. Марк, а можно заниматься сексом с мужчиной просто для здоровья? А можно с другом переспать для здоровья? А можно с бывшим переспать для здоровья? А можно там еще с кем-то переспать для здоровья? Слушайте, давайте будем так рассуждать. Не с позиции морали и нравственности, а с позиции строения женщины. Того, как она устроена, ее репродуктивная система, ее гормональная система, нервная система. Вообще же вы уникальная, правда? Вы же не только состоите из рук и ног. Так вот, когда женщина начинает спать просто так, как будто бы, это вы так думаете, что вы просто так спите. На самом деле весь ваш организм считывает мужика как продолжителя рода и вы начинаете настраиваться на него. Со временем у вас формируется привязанность к мужчине. Почему? Потому что вырабатывается окситоцин, потому что вырабатывается вазопресин, потому что рядом с этим мужчиной у вас начинают формироваться абсолютно новые нейронные цепочки, потому что рядом с этим мужчиной у вас начинает просыпаться материнский инстинкт. Потому что рядом с этим мужчиной у вас начинает просыпаться ощущение и желание заботиться о нем, поддерживать его, быть для него и подругой, и любовницей, быть для него во всех вообще ролях. Но женщины этого не понимают, они думают, я так, просто для удовольствия, мне нравится получать удовольствие во время секса. Да понятно, что нравится. Но готова ли ты к тому, что спустя время ты обнаружишь, что мужчина к тебе относится исключительно как к средству для удовлетворения своих сексуальных потребностей? Готова ли ты к тому, что потом тебе придется потратить непонятно сколько времени, чтобы прийти в себя, после того, как тебя просто-напросто опрохинут и скажут, слушай, ну как бы извини, до свидания? То есть о каком здоровье тогда может идти речь? Секс для здоровья может быть исключительно с вашим мужем, с вашим мужчиной, с которым вы простраиваете серьезные отношения и планируете там создание семьи. Причем планируете как? Планируете не как-то там отдаленно, а вот вы уже понимаете, что скоро свадьба на носу. Вот это секс для здоровья. Там секс и член и с шалфеем, и с ромашкой, и с милиссой, и со зверобоем, и с пустырником, с чем хотите. Там только придумываете наполнение и начинку, и все будет помогать, все будет омолаживать и излечать вас. И врачевать, тем более. А здесь получается как бы такая, знаете, секс с бывшим ради здоровья. Какого здоровья? Секс с бывшим ради здоровья вообще невозможно. Вы что, расстались, потому что вам хорошо было? Вы как раз таки и расстались, потому что там уже пострадало ваше здоровье, ваша психика, ваша самооценка. Унизили, уничтожили, и теперь с ним еще спать для здоровья. Это вы называете для здоровья. Мужчины это называют по-другому. Найти удобную дырочку для себя. Ну, вы по-честному. Что вы думаете? Да, понятно, я психолог, понятно, я мужчина. Понятно, что я вроде бы воспитанный мужчина. Но давайте будем честными. Вам никто не скажет этой правды, кроме меня. Поверьте. Ваши мужики, которые вас просто хотят трахать и не нести за вас ответственность, вам будут говорить, что женщине очень вредно обходиться без секса. Он заботливый. А он не позаботился купить вам по эти витаминки этот козел. Вот он говорит вам, что женщине вредно быть без секса. Это плохо для здоровья твоего. Блядь, на улице осень. Ты купил мне комплекс витаминов за 1010? Беспокоится он о моем здоровье. А ты поинтересовался, может, у меня сапог нет зимних. Может быть, мне нужно пройти какие-то специальные процедуры для укрепления иммунитета. Почему ты про секс беспокоишься? Беспокоится он за то, что у меня там воспалится яичник. Вот, конечно, потому что потом он с вами сексом не сможет заниматься. Вы не думайте, пожалуйста, мозгами мужчины. Смотрите в глубину своих решений. Вы же принимаете решение спать с мужчиной не для здоровья. Вы принимаете решение спать с ним в надежде, что у вас что-то появится. Появится некая близость душевная. Он захочет, кроме секса, быть с вами еще и в отношениях. Понимаете? Но такими неэффективными способами отношения не строятся. Поэтому, если вы хотите быть женщиной со здоровой психикой, хотите быть женщиной со здоровой самооценкой, секс для здоровья, да, пожалуйста, с мужем, с женихом, который вас вот берет на днях прям замуж, пожалуйста. А вот эти все мальчики, которые вам рассказывают байки, это надо для твоего здоровья, мы же живем в современном мире. Господи, в современном мире, что ты знаешь о современном мире, клоун? Что ты знаешь о современном мире? Ты только эту фразу выучил о современном мире и научился смс-ки отправлять с гаджетом. Мы живем в современном мире. Прекрасно. А ну-ка, расскажи мне, как устроен этот коллайдер. Ну, расскажи мне, для чего он вообще был придуман. В современном мире ты живешь, м? Ну, давай-ка, расскажи мне. Пожалуйста. Ладно. Если ты живешь в современном мире, значит, ты способен своим уровнем знаний обесценить не современный мир. Обесцень, пожалуйста, 80-е годы и 60-е. Чем они отличаются от времени, в котором ты сейчас живешь? Экономическое развитие, социокультурное развитие. Да поговорим об этом. Умник, блин. Нахватался умных слов и сам тупой тупица. Понятия не имеет. Это еще раз говорит о чем? Вас просто хотят затащить в постель. Мы живем в современном мире, и что? У женщины организм абсолютно так же устроен, как у той женщины, которая 500 лет назад жила. Ничего страшного. Вы же не стали писать через ушко. Вы так же ходите в туалет через то место, через которое ходили ваши прабабушки. Ну, логично же, логично. Берегите себя. Вот я не являюсь каким-то, знаете, там, мега-супер верующим человеком, который всех призывает к нравственности, всех призывает к богобоязненности, но в Священном Писании и в Библии, и в Коране есть удивительнейшие, удивительнейшие истины, которые подтверждены современной наукой. Понимаете? И вот в Библии написано о том, что женщина — это сосуд, это хрустальный сосуд. И я с этим абсолютно согласен. Но у меня такое ощущение, что современные женщины, большая часть, относятся к себе не как к хрустальному сосуду, который можно наполнить какой-то, знаете, прекрасной, чистой родниковой водой, да, чем-то очень таким приятным для созерцания, а ощущение, что вы относитесь к своему телу как к помойному ведру, ну правда, в которое можно сливать все говно. Где это чудо, которое решило с вами для здоровья вашего позаниматься сексом, бродило? Допустим, вот у вас есть такая практика заниматься сексом для здоровья с этим мужиком раз в неделю. А откуда вы знаете? Может он до вас еще с тремя женщинами переспал? То есть вы кого в себя впускаете? С каким энергетическим посылом? Или вы думаете, отношения мужчины и женщины — это плоть-плоть? Нет. Это еще энергия, которую вы не видите. Это колоссальная энергия, энергообмен. А вы же, когда смотрите гадкие фильмы, мозг-то формируется под эти гадкие фильмы, вы когда читаете деструктивную литературу, мозг тоже страдает. Когда вы общаетесь в дурных сообществах, это тоже разрушает ваш мозг. А когда наоборот, вы общаетесь в культурном обществе, у вас есть ценности в жизни, вы слушаете классическую музыку, читаете классическую литературу, развиваетесь, вы дополняете свое сознание чем-то очень полезным и чистым. Вот таких мужиков для секса можно сравнить с деструктивными сериальчиками, в которых нет никакого смысла, с дешманской попсовой музыкой, которая несет одно разложение вашей психики. Вот этот секс для здоровья можно сравнить вот с этим. А вот эта симфония, вот эта классика, вот эта вселенская энергия наполняющая, она возможна только там, где есть чистота восприятия друг друга, где мужчина относится к женщине, как вот к этому хрустальному сосуду, и где женщина к себе так относится. Потому что в хрустальный сосуд не срут, понимаете, и не испражняются туда, а его берегут для того, чтобы там было что-то важное и ценное. Поэтому выбросьте вот эту дурь из головы. Секс для здоровья, член с шалфеем, с ромашкой, у мужа член с шалфеем. Еще раз напоминаю, если вы не знаете, хотите, но не знаете, как стать счастливой, не понимаете этого, не научены, не привил вам никто этого, пожалуйста, проходите регистрацию, ссылка находится под этим видео, бесплатные онлайн-вебинары, в живом формате, не в записи. Регистрируйтесь, слушайте, получайте новые знания, а потом принимайте какие-то решения. Еще раз напоминаю, темы, которые мы затрагиваем, они очень разные. От отношений в любовном треугольнике до самооценки финансов в жизни женщины и секса в жизни женщины. С вами был Марк Бартон, ссылка находится под этим видео на регистрацию. Увидимся в ближайшее время. Пока-пока.